МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День республики в студии Чингис-Тихонов и сегодня в выпуске. Народный хурал в Алмыкии принял схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента. Республиканский Росреестр подписал соглашение о сотрудничестве с Рея-Калмыкия. В Национальном драматическом театре имени Басангова прошло празднование Международного дня театра. Народный хурал в Алмыкии принял схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента. Соответствующий проект постановления был поддержан большинством голосов в рамках прошедшей 34-й сессии регионального парламента. Напомню, ранее депутаты Хурала поддержали закон о выборах, который дает возможность каждому жителю голосовать за кандидата от своей территории. Сам же законопроект был инициирован главой республики Батухасиковым. Новая схема избирательных округов позволяет убрать партийные преимущества, увеличить прозрачность и блокировать торговлю партийными мандатами. Перед избирательной комиссией стояла непростая задача нарезать одномандатные округа с учетом всех этих требований. Таким образом, чтобы на каждый депутатский мандат приходилось одно районное муниципальное образование. Но в связи с тем, вы знаете, что население республики распределено у нас не разномерно. И по состоянию на 1 января 2023 года была установлена следующая численность избирателей, которые зарегистрированы на территории республики Калуния. Всего это 199 754 избирателя. Как определяется средняя норма предстоятельства на один депутатский мандат? Значит, необходимо общую численность избирателей, которые находятся на территории республики, необходимо разделить на число округов, одномандатных округов. То есть у нас их 17, да, 17 мандатов распределяется. Поэтому без одного депутатского мандата у нас получается 11 751 избирателей. На самом деле, этому было посвящено, наверное, 80% всего обсуждения данного вопроса. Избирательной комиссии действительно предстояла большая нелегкая работа в связи с тем законом, который они имели на руках, который был принят депутатам, о котором я уже говорил ранее. Учитывая специфику нашей республики, учитывая протяженность, учитывая плотность населения, учитывая административные границы, то есть наш закон был принят точно в соответствии с федеральным законодательством. И сегодня нужно было в этих жестких рамках федерального и республиканского законодательства соблюсти все требования и произвести нарезку. То есть на сегодняшний момент данная нарезка соответствует всем требованиям федерального и республиканского законодательства. Также в ходе масштабной сессии депутаты заслушали отчеты об итогах деятельности за 2022 год региональных министерств и уполномоченных по правам человека и ребенка в Калмыкии. В числе других немаловажных вопросов, которые депутаты обсудили в ходе масштабной сессии, введение на законодательном уровне института наставничества. Как подчеркнули парламентарии, ввиду того, что текущий год был объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом педагога и наставника, принятие такого проекта актуально и необходимо. В его основе защита семьи и детства, регулирование отношений, возникающих в связи с организацией наставничества над несовершеннолетними. Ожидается, что введение института наставничества над несовершеннолетними республики окажет положительное влияние на работу всей системы профилактики безнадзорности и правонарушений в целом. Переход к профессиональной армии начал осуществляться в России давно, поэтому служба по контракту приветствуется государством. Ведь только хорошо обычная армия способна справиться с задачами защиты от посягательства врага на территории России со стороны НАТО. В наше время поступить на службу можно, заключив договор. При этом контрактникам предоставляется много социальных льгот, как на федеральном, так и на региональном уровне. Чтобы устроиться на военную службу по контракту, не обязательно сразу приходить в военкомат. Можно подать заявку через госуслуги. Мы получаем, вам перезвонят, либо вы сами обращаетесь в военкомат за получением дополнительной информации. Необходимый перечень документов для формирования личного дела, он стандартный. В настоящее время он не составляет такого большого объема, как это было изначально. Элистинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, представлявшего по доверенности интересы одного из глав КФХ. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Судом установлено, что мужчина от имени главы крестьянско-фермерского хозяйства в 2018 году обратился в Министерство сельского хозяйства республики с заявлением о предоставлении субсидий в сфере животноводства, предоставив заведомо ложные сведения о наличии большого поголовья крупного и мелкого рогатого скота. На основании представленных документов ему были перечислены субсидии. Своими преступными действиями он причинил ущерб бюджету Республики Калмыкия в лице Министерства на сумму порядка полумиллиона рублей. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением. Студент из Элисты стал жертвой дистанционного омошенничества. Студент пояснил, что в марте текущего года неустановленное лицо в ходе переписки и телефонных разговоров в интернет-приложении обманным путем убедило его, якобы с целью получения дивидендов, перевести денежные средства на указанный счет. Не получив обещанный доход и не вернув собственные денежные средства, молодой человек обратился в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба составила 12 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Полиция Калмыкии вновь напоминает гражданам. Будьте осторожны и внимательны при общении с незнакомцами по телефону. Не совершайте никаких сделок и других операций, не удостоверившись правильности информации. Учитесь на чужих ошибках и не совершайте необдуманные действия, которые приведут к финансовым потерям. В столице республики на Николаевском мосту прошел осмотр реки Листинки. Член общественной палаты Калмыкии Александр Шеметов знает не понаслышке, что именно на этом участке в свое время часто близлежащий частный сектор был под риском подтопления. По настоянию главы региона Батухасикова, расчистку реки произвели по всей протяженности, а не по отдельным участкам, как планировалось изначально. Как показалась зима, решение было правильным. Осадки, которые были, своевременно ушли, и вода никак не нарушила обычный уклад жизни горожан, чьи дома расположены вблизи русла реки. Для меня эта речка почему близка? Потому что многие недооценивают, живя в республике, считают, что это что-то такое мелкое и название громкое. Хотя я здесь родился буквально 100 метров отсюда. Мой отчий дом, я жил здесь с трех лет, с 63-го года. И постоянно, то есть все детство у меня прошло, зимой на коньках здесь, и я всегда видел изменения в этой речке. И как она проходила? Русло проходило не так, а проходило вот так вот. И факты подтопления при паводках были постоянно. Но самое серьезное подтопление было в 70-х годах, летом, когда был ливень. Ливень загнал даже Сайгака в город. Такой ливень был, что по речке вот здесь плыли собаки, кошки, все плыло. И тогда ущерб очень большой был, потому что власти республики вынуждены были отселить людей, у которых были разрушены дома. А зимой это постоянные паводки, если снега много, а обязательно было подтопление. Ухаживать за руслом речки Листинки, ну как вам сказать, я последний раз видел масштабно, очистили ее в конец 80-х, начало 90-х. Показателем, как поведет себя речка Листинка во время паводка, это был вот этот мост Николаевский. Если вода, мы всегда знали в детстве, если вода подходит близко уже к полотну, значит по улице Кирова будут задние дворы затоплены. То есть там будет ущерб. Поводом для инспекции стали обращения жителей республики на проект общественной палаты час с министром по теме руслоочистительных и дноуглубительных работ. Напомню, мероприятия на участке в 9 километров по плану должны были завершиться в 2025 году. Однако, благодаря слаженным работам всех заинтересованных сторон, подрядчик сдал объект в прошлом году. Сейчас это все приведено в порядок. Естественно, каждый год будут какие-то работы, но уже не в таком большом объеме, потому что, ну сами знаете, ил откладывается, трава опять растет, деревья какие-то, сорняки вырастают, потому что влага же. Но основная работа сделана, и самое главное, она сделана вовремя. То есть буквально через месяц после окончания именно вот расчищенная река спасла население, которые близлежащие этих домов, от паводка, от затопления. Региональный Росреестр подписал соглашение о сотрудничестве с РИА Калмыкия. В этом году Росреестр отмечает 15 лет. В рамках празднования юбилея запланировано много тематических мероприятий. Одним из важных является подписание соглашения об информационном сотрудничестве с РИА Калмыкия. Документом предусмотрено регулярное информирование жителей республики о деятельности Росреестра, актуальные изменения в законодательстве в сфере недвижимости, а также повышение юридической грамотности людей в жилищных вопросах. Надеюсь, что такое полезное сотрудничество непосредственно для Росреестра даст большой толчок для того, чтобы реализовать, наверное, ту основную задачу, которую ставит перед собой Росреестра, это правовая грамотность нашего населения. Традиционный фестиваль Тюльпана в этом году продлится снова целый месяц, с 1 по 30 апреля во всех РМО республики. В седнах РИА Калмыкия на брифинге представители районов поделились культурной программой и чем будут в этом году привлекать гостей региона. Ешелтинский район подготовил еще более интересную и насыщенную программу, чем в прошлом году. Помимо скачек на лошадях, самым ярким зрелищным событием станут собачьи завеги. Также будет традиционная калмыцкая национальная борьба, борьба на поясах, и помимо этого любой желающий может принять участие в таких дисциплинах, как стрельба из лука, армрестлинг, гирьевой спорт и перетягивание каната. Для детей будут организованы отдельные спортивные соревнования. За призовые места стоит отметить, что по каждой из дисциплины предлагаются денежные призы, а в главном состязании скачках, лошадиных скачках, будет разыгран главный приз, приз главы республики – автомобиль «Нива». Помимо этого, за призовые места также положены такие призы, как мотоцикл, телевизор, холодильник и сплит-система. В Национальном драматическом театре имени Басангова прошло празднование Международного дня театра. По традиции, служители и паломники храма Мельпомена ежегодно собираются здесь, 27 марта, на капустник. На сцене выступили коллективы Республиканского русского театра драмы и комедии, Калмыцкого государственного кукольного театра и Национального драматического театра. Также в этот день чествовали отличившихся работников благодарностями и грамотами. Кроме того, званием «Народный артист» Калмыкии отмечен Павел Челбанов. Заслуженным артистом республики стал Василий Муджиков, а Валентина Растенко была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия». Здесь царит потрясающая атмосфера, и я очень рада посмотреть эти такие классные капустники и еще раз убедиться в том, насколько у нас классные, искренние, настоящие, талантливые актеры и не менее талантливые режиссеры и сценаристы. В конце апреля в Республике пройдет региональный фестиваль «Элиста театральная». Как отметила генеральный директор Национального театра Галина Шураева, подобного рода фестивали проходят в каждом регионе России. Это будет пробный фестиваль без номинации, однако на нем будут работать театральные критики, которые оценят мастерство калмыцких артистов. Поэтому, согласен, огромное вам спасибо за ту поддержку, которую вы оказали, финансовую поддержку в проведении театрального фестиваля «Элиста театрального». Уважаемые зрители, в конце апреля приходите все к нам на спектакль в Русский театр и в театр «Кукол». В поселке Пещано Брюдненского района прошел республиканский турнир по 3D-стрельбе из лука «Белый сайгак». Участники стреляли по 24 мишеням, в которые нужно было попасть, перемещаясь по локации в определенный ограниченный период времени. По правилам турнира в одну мишень участнику можно было выпустить только две стрелы. Стоит отметить, что в последнее время стрельбе из лука наряду с другими национальными видами спорта уделяется большое внимание со стороны общественности и руководства республики. В выпуске новостей также и другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении каналу ТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелеком на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова